Доброе утро, добрый день и добрый вечер, смотря у кого как. На связи, собственно, Артём. Сейчас вы оглядываете мой рабочий стол. И у нас такой вот видеоурок, посвященный... Ну, в общем, мы будем разбирать тип файла BMP или BMP. Хрен знает, в общем, как произносится. Но для того, чтобы сначала начать, нам нужно будет немножко окунуться в главный курс информатики. Я думаю, в школе вы это проходили, но если кто-то пропустил, то сейчас мы это повторим. Итак, так как мы сейчас будем разбирать, по сути, наш файл по битам, вернее, по байтам, то нам понадобятся главные вот эти знания единиц измерения информации. Ну и, собственно, начнём. Один бит. Что это такое? Это положение единицы или нолика. Здесь я подписал, да, вот это единица или ноль. 8 бит. Это один байт. Собственно, байтами мы и будем в основном оперировать. Один байт, он может в себе содержать число от нуля до 255. Это можно, в принципе, трактовать по-разному. Как бы это у нас в десятиричной системе, да, от нуля до 255. Если нам, допустим, писать в шестнадцатиричной системе исчисления, то это будет от нуля до FF. Но это в шестнадцатиричной системе. Можно ещё другие системы исчисления прийти, но в основном используются десятиричные и шестнадцатиричные. Вот, мы, в общем, походу буду я там разъяснять, если что. Если вам будет что-то непонятно. В одном таком числе, в принципе, возможно хранить какой-нибудь символ. Давайте заглянем, прошу прощения, в структуру любого файла. Ну, допустим, вот у меня на рабочем столе есть вот такой новый точечный рисунок, да. Давайте откроем его при помощи блокнота. Сейчас он загрузится. Так. Файлик занимает 3 мегабайта, поэтому он подгруживается так долго. Вот, пожалуйста. Вот каждый из этих символов занимает 1 байт. То есть, по сути, это число от 0 до 255. Здесь оно отображается в виде символов. То есть, каждое число, каждый байт, он отображается в виде символа. Ну, по сути, можно это переводить в число. В общем, мы этим займемся уже непосредственно в программе. Просто я хочу, чтобы вы имели какое-то представление. Если мы, допустим, будем приставлять 1 байт в виде двоичного кода, то это будет примерно вот так вот. Вот, то есть, я наберу сейчас какое-то там число, не понять какое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, то есть, вот это вот 1 байт. Разумеется, число может быть там все единицы, все нули, или там как-нибудь по-другому единице нули чередоваться. Ну, я думаю, с этим более-менее понятно. Ну, и на всякий случай мы с вами упомним еще, что 1024 бита равны 1 килобайту. 1024 килобайт равны 1 мегабайту. 1024 мегабайт равны 1 гигабайту. Итак, друзья, после прохождения основ информатики мы с вами приступим к самому формату BMP. Я подготовил вот такую небольшую табличку. Собственно, давайте немножко в ней разберемся, что это такое вообще. Как я уже говорил, оперировать мы с вами будем байтами. В этой табличке, собственно, и описывается, в каком байте файла какая информация находится. Давайте более подробно. Вот на это вы сейчас пока что можете не обращать внимания. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Давайте разберемся о, ну, собственно, первых составляющих. Так, откроем сейчас обычный точечный рисунок. Вообще, давайте его сначала сделаем. Чтобы вы не путались. Я сейчас у себя на клавиатуре нажимаю клавишу Print Screen. Жму правую кнопку. Создать точечный рисунок. Так. Сейчас открываю при помощи Paint. Вы сейчас то же самое проделаете. Просто, чтобы заготовить какой-то графический файл. В принципе, нам без разницы какой. Но лучше будет, если вы создадите его так, как я только что сделал. Просто из-за того, что формат BMP, он может быть немножечко разным. То есть, там могут применяться какие-то степени сжатия. Мы с вами рассмотрим самый элементарный, как бы, вид файла BMP. А о более сложном я вам потом дам наводки. Если захотите, вы потом сами разберетесь. Там совсем это все не сложно. Итак, вот у нас заготовленный файлик. Давайте мы его откроем при помощи блокнота. И посмотрим на первые байты информации. Давайте посмотрим на начало нашей таблички. Собственно, что у нас здесь написано. Первая же строка это... В общем, здесь написано, что первые два байта. Количество байт, видите, два. Это, по сути, символы B и M. То есть, больше у них, в принципе, никакого назначения нет. Эти два символа... Кстати, вот, если вы откроете любой файл в формате BMP, вы увидите вначале эти самые символы B и M. Они обозначают лишь то, что данный файл является форматом BMP. Идем дальше. Давайте посмотрим на следующие четыре байта. Если перевести их в числовой формат, то это будет размер всего файла. Это может нам понадобиться при обработке этого самого файла. Вот, пожалуйста, эти четыре байта, они находятся вот в этом выделенном мною пространстве. Собственно, если их перевести именно в числовой формат, тогда вы увидите весь размер как бы файла. А сейчас они представлены в символенном формате, поэтому у нас тут всякие каракозябры. Идем дальше. Следующие четыре байта у нас зарезервированы на будущее. То есть, создатели этого вида файла просто зарезервировали их на будущее, может быть, для каких-то улучшений файла. Вернее, формата файла. Следующие четыре байта – это смещение от начала файла до начала самого изображения. Изображение у нас хранится, в принципе, в весьма простом формате. На каждую точку отводится по три байта. Ну, это в данном случае, в самом простом случае, потому что существуют там разные вариации формата BMP, но обычно используется самый простой. И именно у нас сейчас вот здесь вот файл, с которым мы будем работать, он будет самый простой. Собственно, на каждую точку изображения будет отводиться по три байта. Каждый из байт будет отвечать за свою цветовую составляющую. Красный, зеленый и синий цвета. Собственно, дальше то, что мы будем рассматривать, давайте мы будем уже рассматривать по ходу создания нашей программы. Как вы видите, здесь уже более-менее, я думаю, принцип вам понятен. То есть по очереди идут какие-то информационные байты. Каждый из байт несет какую-то в себе информацию. Допустим, там размер файла, тут, допустим, есть ширина изображения, высота изображения, тут где-то есть тип сжатия. И в самом-самом конце у нас будет находиться изображение. Размер изображения как бы в байтах, он будет зависеть от ширины и высоты самого изображения. То есть чем больше точек, тем больше, разумеется, количество байт, это отведенное под само изображение. Кроме того, в файле еще присутствует палитра, но она использовалась раньше, сейчас ее почти не используют. В основном это используется, когда файл состоит из где-то 256 цветов. То есть там получается так, что каждый цвет получает свой индекс, и изображение состоит уже из самих как бы индексов. Но в нашем случае такого не будет, это уже немножко устаревший тип изображения, хотя при желании мы можем сделать его точно так же при помощи Paint, потому что мы можем в принципе сохранять как 256 цветный рисунок, и тогда мы получим немножко менее красивое изображение. То есть где-то вот такое. То есть сейчас у нас в файле находится уже палитра. Но мы с ней работать с вами не будем, потому как мы рассматриваем самый простой элементарный формат файла BMP. И давайте уже приступим к самому созданию программы. Так, ну для начала давайте разберем, что мы всегда раньше, как загружали изображение. Мы могли загрузить изображение при помощи встроенных каких-то, ну скажем, не знаю даже как назвать, в общем при помощи встроенных в Delphi каких-то библиотек, которые загружали изображение вот в этот вот компонент Image. Так, сейчас мы кинем еще вот сюда диалог открытия картинки и немножко свяжем это все. Так, 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 так. Я думаю, вы помните, как работать с диалогами, если что. Сейчас мы его, по сути, запускаем. Диалог, и если он возвращает значение true, то мы будем обрабатывать загрузку самого, самой картинки. Так, обычно мы загружали изображение при помощи встроенных каких-то библиотек, да. Выглядело это примерно следующим образом. Ставим picture load from file. И сюда записываем значение из OpenDialog. Мы сейчас не будем обрабатывать всякие там вероятные ошибки и тому подобные вещи, потому что у нас в таком случае просто не хватит времени записи. Так, то есть обычно мы загружали где-то наш, ну как я уже говорил, всякие картинки при помощи встроенных библиотек, да. БМП. Так, выглядело это примерно вот так же. Запустим. Нажимаем на кнопочку. Ищем изображение. И вот, пожалуйста, у нас изображение уже загружено. Правда, тут немножко не работает масштаб изображения, но это уже детали. Так, теперь же мы с вами будем обрабатывать это вручную. В принципе, зачем это нужно? Ну это может быть много, зачем нужно. Например, если бы вы сейчас работали с играми или, допустим, еще каким-то образом вам необходимо было бы сохранить изображение и обрабатывать это своим именно способом. Или загружать, или сохранять. В общем, наша задача сейчас просто разобраться в формате изображения BMP. Из чего он состоит и так далее. Так, ну давайте, собственно, приступим. Нам понадобится несколько переменных под это дело. Так. Ну давайте сделаем, добавим переменные i и i2. Они нам пригодятся чуть позже. Потом, здесь сейчас мы поставим вот такой комментарий BMP. Просто, чтобы знать, что дальше у нас будут идти переменные, связанные с тем, что мы загружаем из самого изображения. Это будет размер файла. Это будет ширина и высота файла. Это будет смещение от начала файла до начала самого изображения. Так. Ну и походу мы еще там всякого добавим. А, нам еще понадобится файловая переменная. Файл. Окей. Теперь мы приступим к работе с файлами. Все это у нас сначала делается стандартным способом. Мы связываем файловую переменную с именем файла. Так, здесь вот я забыл добавить файл. Так, вот так мы связали наш файл с файловой переменной F. Ну, по поводу работы с файлом мы уже проходили в бесплатном курсе. Я думаю, для вас эта проблема не возникнет. Так, собственно, следующей строкой нам нужно будет открыть файл для чтения. Для этого пишем reset, указываем нашу файловую переменную и вторым операндом у нас будет служить порции, фактически, которыми мы будем считывать информацию. По умолчанию это стоит 128 байт, но нам нужно будет считывать по одному байту, потому что, ну, собственно, мы сейчас работаем с байтами, нам так нужно. 128 байт, это для нас слишком много. И, кроме того, нам еще понадобится установить, так как мы работаем с нетиперизированными файлами, нам придется установить формат, вернее, не формат, в общем, сказать компьютеру о том, что мы фактически собираемся только читать данные. Для этого мы пишем следующее. файл моды fm open red То есть мы собираемся только читать. Вот эта переменная файл моды, она зарегистрирована, в общем, в модуле систем и появляется, собственно, при связывании каких-то файлов. Так, после всего этого мы должны будем закрыть файл. В скобках указываем f Вот, собственно, все готово к тому, чтобы начать непосредственно чтение самого файла. Но читать файл мы будем не простыми red и write, а специальными процедурами. Блок red и блок write. Ну, write у нас не будет сегодня, потому что мы фактически только читаем, а вот red мы воспользуемся. Значит, пишем файловую переменную и количество байт, которые мы хотим сочетать. В данном случае это будет 2 байта. Так, и еще я забыл написать вообще, куда мы хотим считывать первые 2 байта. Ну, так как у нас, по сути, первые 2 байта будут являться символами B и M, нам нужно просто, ну, скажем, какой-то буфер, где мы будем хранить эти 2 символа. Просто для того, чтобы понять, BMP это изображение или какое-то другое. В случае, если это не BMP изображение, мы обрабатывать откажемся этот файл, в общем. Так, пишем массив. От 1 до 2. Типа char. Так, и вот здесь, собственно, пишем этот буф. Окей. Чтобы нам как-то проверить, придется сделать условие. Если буф не равен BM, то мы аварийно завершим наше приложение. Вот, в принципе, можно было бы выдвинуть сообщение об ошибке или еще как-то обработать, но нам сейчас это не особо важно, то, как нам это обрабатывать. Так. Ну, да, здесь у нас одинарные кавычки должны быть. Запускаем. Жмем, как видим, у нас предложение не завершило, значит, первые 2 символа, они и есть символы BM. Так, все правильно. Давайте продолжим дальше. Следующим у нас по плану идут... Так, какие-то вот размер всего файла, да? Давайте мы добавим на наш... Так. Читаю, я не то открыл. На нашу форму еще несколько компонентов. В частности, это будут обычные лейблы. Мы их добавим, чтобы просто видеть какую-то информацию, которую мы считываем из нашего файла. Ну, где-то штук. 7 пускай их будет. Мы, походу, там разберем, если что. Так, и будем читать следующие 4 байта, да? 4 у нас байта. Кстати, вот здесь вот справа, я забыл вам сказать, здесь я справа расписал смещение этой самой информации от начала файла. В принципе, мы сейчас, когда считываем нашу какую-то информацию из файла, мы по очереди читаем все байты, но на самом деле между ними можно перемещаться, используя процедуру SIG. И мы ей с вами воспользуемся только ближе к концу видеоурока. То есть мы можем перейти на какой-то определенный байт чтению, допустим, там на какой-нибудь 8, 9, 20 или там 145 и так далее. Так, ну давайте приступим дальше к чтению информации из файла. Опять пишем блок red. Только в этот раз мы считываем в другую переменную, в частности это будет size. И считываем мы 4 байта. Они автоматически переконвертируются там в числовой формат, если нужно будет. Как вы знаете, у нас тип integer как раз занимает 4 байта. Вот этот массив у нас занимал 2 байта, так что все, в принципе, должно совпадать. Иначе могут возникнуть какие-то ошибочки. Так, идем дальше. Собственно, после чтения мы должны записать в лейбл 1 информацию из вот этого вот size. Давайте запустим. Выбираем картинку. И как видите, у нас здесь появляется размер в байтах нашего изображения. Так, по сути, кстати, вот обратите внимание, у нас здесь как раз написано по сути 3 мегабайта, да, видите, первое число 3. И если мы посмотрим вот так вот, у нас тоже здесь видно 3 мегабайта. То есть все, в принципе, одинаково. Здесь даже числа, в принципе, должны совпадать. Ну-ка сейчас посмотрим. Ну да, в принципе, все совпадает. Как видите, вот здесь вот у нас вот такое количество байт. И здесь то же самое. Только здесь еще пробельчики поставили, и все. Ну, давайте идем дальше. Будем считывать следующие данные. Следующие данные у нас по сути пустые. Мы можем их перепрыгнуть при желании, а можем просто прочесть в какую-нибудь ненужную переменную. Ну, например. Ой, блин. Пишем блок read. Мы можем, в принципе, два раза переписать какую-нибудь одну переменную. Так как у нас здесь фактически 4 байта вместе вот в этих, как бы, блоках. Следующим идет у нас смещение от начала файла до самого изображения. Этим мы чуть-чуть попозже пооперируем. Это очень важная, как бы, переменная. Мы просто два раза сочетаем в эту самую переменную. Первый раз мы воспользуемся ей, как просто хранилище ненужной информации, а второй раз, когда мы считаем, мы считаем именно нужную информацию уже не вот отсюда вот, а уже вот отсюда. Так. Ну, в принципе, допустим, мы уже считали, да, и нужно поместить информацию об смещении в следующий лейбл. Лейбл 2. Offset. Запускаем, смотрим. Как видите, у нас 54 байта до начала изображения от начала файла. То есть, если мы сейчас, используя вот эту вот процедуру SIG, о которой я вам говорил, да, пропишем вот файловую переменную, напишем 54 смещения, то мы можем сразу будем уже приступить к чтению самого файла. Вернее, не файла, а самого изображения. Но здесь есть небольшая загвозочка. Нам нужно знать сначала ширину и высоту изображения, чтобы начать само чтение. И еще было бы не лишним узнать формат сжатия изображения, так как обычно изображение бывает не сжатым в формате BMP, но бывают случаи, когда оно сжимается. В таких случаях нам нужно отказаться обрабатывать это изображение. Так что сейчас мы это уберем. Мы это напишем чуть-чуть попозже. А сейчас мы приступим к следующему. Вот у нас здесь есть 4 байта, в которых описан размер структуры в байтах. Так, ну, в принципе, это нам сейчас нужно не будет. Я сейчас не буду вам парить мозги по поводу того, что обозначает вот эта вот самая надпись размер структуры в байтах. Мы с этим разберемся чуть-чуть попозже. Просто я не хочу, чтобы у вас в голове сейчас была сильная каша. Мы сейчас просто пропустим эти 4 байта и приступим к ширине и высоте. Так, 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 так. Для этого мы, как и в этом случае, просто два раза считаем в одну переменную. Первый раз мы читаем просто, чтобы пропустить 4 байта. Второй раз уже записываем нужную информацию вот отсюда. Так, и еще нам нужно будет прочитать высоту изображения. Так, что-то у меня там соседи гремят наверху. Прошу прощения за них. Так, и давайте мы выведем высоту и ширину изображения в наши лейблы. Label 3, Caption. Здесь ставим ширину изображения. Здесь тоже самое, только Caption 4. Ой, Caption Label 4. И ставим высоту изображения. Запустим, посмотрим, как у нас все работает. Как видите, у нас, в принципе, все правильно. То есть высота изображения – это 768, ширина – 1366. Ну, собственно, это разрешение моего экрана. Так, идем дальше. Что у нас идет в следующем? Следующие 2 байта у нас всегда содержат единицу. Честно сказать, не знаю, зачем это сделано, но почему-то так. В общем, фиг поймешь этих создателей форматов. Идем дальше. Следующие 2 байта указывают количество бит на пиксель. Так как у нас разрешение, вернее, не разрешение, а формат изображения может быть разной цветности, может быть 256 цветов, или там, допустим, 16 цветов, или вообще 8, а может быть и вообще 2 – черный и белый. То нам нужно будет вот это вот значение, просто чтобы узнать, сколько цветов у нас фактически в распоряжении. Так. Значит, нам нужно будет расписать специальную переменную еще, в которой мы будем хранить количество бит на пиксель. Битность изображения может быть разная. Мы, допустим, сейчас используем 24 бита на каждую точку. Вот, как видите, у нас здесь написано глубина цвета – 24. Так, цветность, цветность. Ну, пускай будет просто у нас вот такая переменная – bits. Тип будет word, потому что там всего 2 байта нам под это отведено, и, соответственно, у нас переменная должна быть размером с 2 байта. Тип word, он как раз идеально подходит под данный случай. Так. Читаем, собственно, в нашу созданную переменную. указываем 2 байта, мы читаем не 4, как обычно, а 2. И выводим изображение, вернее, не изображение, а информацию о количестве бит на 1 пиксель в соответствующий лейбл. Давайте еще раз запустим. Так, прошу прощения, мы сейчас немножко ошиблись. Мы сейчас просчитали не вот эту вот, не вот эту строку, а вот эту. То есть нам нужно было опять-таки пропустить лишний раз 2 пикселя. Тьфу, 2 пикселя, 2 байта. Ну, еще раз запускаем. Просто в файле может быть много ненужной нам информации, по крайней мере, для такого простейшего примера. Поэтому мы ее постоянно пропускаем. Как видите, у нас здесь написано 24 бита на пиксель. Фактически это 3 байта. Давайте поставим еще вот такой эксперимент. Мы сейчас изменим... Так, блин. Изменим наше изображение. И поменяем у него битность. Вы увидите, как изменятся данные о нашем изображении. Сохранить как. Как видите, здесь написано 24-разрядный рисунок. То есть 24 бита на каждый пиксель. Пускай будет 16-цветный рисунок, например. Вот так у нас будет выглядеть теперь картиночка. И давайте загрузим ее через нашу программу. Вот она. Как видите, здесь написано всего 4 бита на каждую точку изображения. Как видите, наша картинка тоже потеряла как-то в графическом плане, в цветовом исполнении. Так. Ну, вернемся к нашей программе. Мы прочитали уже битность изображения. По сути, нам здесь нужно будет узнать еще только тип сжатия для изображений. Остальное для нас будет сейчас неважным. Здесь еще присутствует размер изображения в байтах, без которого, в принципе, можно обойтись. Горизонтальное разрешение для целевого устройства. Это информация для каких-то печатающих устройств. То есть, если там печатать это изображение, то оно как-то будет там масштабироваться. Что-то вроде того. Вертикальное разрешение на метр для целевого устройства. Количество используемых цветовых индексов в палитре. Ну, палитры у нас здесь в данном случае не используются, потому что у нас максимально простой вариант изображения. Так. Ну, еще указывает количество индексов, необходимых для отображения изображения. В общем, обо всем этом мы с вами поговорим немножко попозже, когда разберемся с самым основным. Сейчас же нам осталось нужным только тип сжатия. Мы сейчас его прочитаем. в какую-нибудь переменную. Пускай у нас переменная будет комп, называется. Типа integer. И, собственно, так. Мы должны в нее прочитать. Существуют разные степени сжатия. В данном случае у нас будет изображение без сжатия, но вообще может быть с разными вариантами сжатия. Кстати, вот если вы хотите более подробно посмотреть, вот здесь у нас где-то было написано. Это более подробная информация о формате BMP, но здесь все написано очень сухо, очень непонятно. Поэтому, как бы я это переизлагаю, чтобы было понятно для всех. Так. Вот, собственно, здесь написаны различные типы сжатия. Как видите, нулевое значение соответствует несжатому изображению. Ну и здесь существуют другие там сжатия RLE для 8-битных изображений и тому подобное. JPEG сжатия, PNG сжатия и так далее. Сейчас мы с вами считали вот тип сжатия в нашем изображении и давайте выведем индекс сжатия в соответствующий лейбл номер 6. Запустим. Так, как я видел, у нас степень сжатия сейчас 0, что соответствует несжатому изображению. Итак. Собственно, давайте продолжать. У нас, в принципе, больше здесь нет ничего особо важного. Здесь размер изображения в байтах и тому подобная фигня. Теперь давайте мы приступим к самому чтению изображения. Для начала давайте мы сделаем подобающий, как бы, размер вот этого вот image. Высота у нас там 768, если я не ошибаюсь. А ширина 1366. Вот формат этого самого изображения. Вы можете это делать там программно или еще как-нибудь. Это не так важно в вашем приложении. Теперь мы должны прочитать само изображение. Но перед тем, как прочитать изображение, у нас, так как чтение самого файла идет по очереди всех байтов, из-за чего нам приходилось здесь пропускать некоторые ненужные нам байты, мы должны просто переместиться. Так как у нас здесь уже... Теоретически, конечно, можно обойтись таким же способом, как мы раньше пропускали ненужные байты. Но здесь их будет слишком много, так как тут еще будет размер изображения, там горизонтальное разрешение, вертикальное разрешение, количество используемых цветов и тому подобная фигня. В общем, мы сейчас пропустим их при помощи той процедуры, о которой я вам говорил. Процедура называется SIG. Пишем файловую переменную и место в файле, на которое мы хотим переместиться. Так как у нас... Мы сейчас должны переместиться на начало самих байтов, которые описывают уже само изображение, нам понадобится вот эта переменная OFFSET. Как помните, она у нас обозначает смещение от начала файла до самого изображения, до первых битов, которые начинают уже описывать само изображение. Так. Идем дальше. Собственно, пишем OFFSET. То есть мы сейчас переместились при помощи вот этой процедуры на первые биты изображения. И сейчас мы их должны начать читать. Причем пачками по 3 бита. Для этого нам понадобится еще одна переменная. Давайте назовем ее BOOF2. хотя, в принципе, мы можем... Ну да, пускай, наверное, будет у нас массив. Array от 1 и до 3. Тут на этот раз мы напишем байт. По сути, размер чар и байта они одинаковые, но... все равно, как бы, нам понадобится удобнее просто будет оперировать при помощи байта. Итак, читаем в BOOF2 3 байта. И потом мы их... эти самые 3 байта должны отрисовать на нашем Image 1. Давайте сделаем вот так вот. Нам... Так как у нас фактически изображение двухмерное, да, точно по горизонтали и по вертикали, нам понадобится два цикла, для которых мы как раз с самого начала подготовили вот эти две переменные счетчики i и i2. Так, пишем, собственно, for i от 1 до v. То есть, что соответствует у нас ширине изображения. Так, после чего мы делаем тело нашего цикла. Считали 3 байта и тут же мы их должны записать в наш Image 1. Потом считать следующие 3 байта и опять записать их в Image 1. Как мы будем получать доступ к пикселям нашего Image 1? Тут существует очень такая простая как бы я не знаю как сказать массив пикселей. Правда, он имеет один большой недостаток, но сейчас нам он не так важен. Нам важно сейчас понять сам принцип построения, вернее, хранения изображения в файле BMP. Дело в том, что при помощи обращения к этому самому массиву мы при каждом вызове, вернее, при каждом обращении к элементам массива у нас будет перерисовываться наш компонент Image 1, что займет достаточно длительное время как бы сама перерисовка этого компонента и у нас будет просто загружаться изображение с некоторой задержкой. Но нам в принципе это сейчас не особо важно, так как мы работаем не над быстростью отображения изображения, но над самим механизмом. При плане можно было отобразить многими другими способами, допустим, используя всякие графические библиотеки и так далее. Но нам это сейчас не надо. Итак, обращаемся собственно это вот этот массив пикселей он состоит из множества компонентов вернее не компонентов а объектов типа tcolor по сути этот объект tcolor он содержит всего в себе три составляющие зеленую красную и синюю сейчас мы ими и будем пользоваться существует у нас вот такая процедура rgb которая возвращает как раз тип tcolor для этого нам надо будет как раз просто вписать значение из buf buf2 точнее соответствующими индексами и по сути у нас одна горизонтальная линия уже будет сделана нажимаем загружаем изображение видите у нас первая вот как бы линия изображения уже готова то есть вот такая непонятного цвета теперь давайте мы добавим еще обработку по вертикали чтобы у нас не только по ширине шло изображение но и по высоте у нас правда будет немножко медленнее даже немножко существенно медленнее будет работать наша программа но зато будет отображаться все изображение вот здесь единицу мы меняем на i2 ну давайте запустим нажимаем на кнопку находим изображение и сейчас оно грузится как видите у меня появился значок загрузки мы сейчас подождем изображение будет грузиться около полуминуты где-то около этого вот как видите оно уже загрузилось но это зависит от быстрости компа но у нас как видите оно отображается немножко неправильно собственно в чем сейчас дело дело в том что в каждой строке пикселей то есть по горизонтали у нас в общем хранятся пиксели специальным образом в каждой строке из этих пикселей по горизонтали находятся некоторые дополнительные биты чтобы каждая строка изображение была кратной четырем вот можете вот здесь посмотреть у нас 24 бита изображения и вот здесь в принципе все описано вот здесь вот для 32 бит это для 24 то есть у нас написано здесь последовательность пикселей записанных в том или ином виде пикселей хранятся построчно то есть у нас по горизонтали идем причем снизу вверх ну снизу вверх мы потом отобразим как надо но мы сейчас занимаемся как бы именно построчно чтобы у нас для начала просто не было вот такого вот косого по диагонали отображения так каждая строка изображения дополняется нулями до длины кратной четырем байтом то есть нам нужно вычислить кратно ли ширина нашего изображения четырем если она вдруг не кратно четырем нам нужно будет пропустить несколько несколько байтов чтобы продолжить чтение уже через эти самые несколько байтов итак это мы с вами все закроем сейчас собственно сам код обработки нам нужно будет добавить в тело вот этого нового цикла который я сейчас создаю здесь мы сделаем отступы чтобы было понятно и вот после этого end мы должны добавить обработку в общем вычислять сколько пикселей нам нужно пропустить чтобы у нас каждая как бы строка изображения была кратна четырем я не знаю на самом деле зачем это сделано но видать таким образом в каком-то определенном случае можно добиться может быть убыстрения там чтения или скорости может что-то такое а нам придется сейчас немножко с этим повозиться собственно как мы с вами сейчас будем узнавать кратно ли вот эта наша строка четырем для этого мы должны использовать специальную процедуру вернее не процедуру а операцию мод которая позволяет извлекать остаток отделения если остаток будет не равен нулю значит мы должны будем пропустить какие-то байты если он равен нулю мы можем дальше продолжать потому что в принципе мы сейчас могли создать изображение кратное четырем например я сейчас откопирую и изменю при помощи пейнта изменить размер пикселей ну допустим каких размеров у нас может быть изображение так ну давайте чтобы не заморачиваться мы сейчас в калькулятор зайдем ну допустим 4 умножить на 35 это у нас не то да ладно делим на 4 341 341 мы умножаем на 4 равно вот здесь должно быть четверочка так а по вертикали у нас никаких смещений в принципе нет жмем ок сохраняем закрываем и давайте запустим через нашу с вами программу где-то здесь вот она копия изображения да теперь у нас каждая строка кратно четырем по сути каждая строка изображения так изображение у нас сейчас грузится вот как видите у нас по горизонтали все замечательно единственное что у нас цвета немножко неправильно отображается но это меняется буквально за пару секунд главное что у нас как бы никаких съездов по горизонтали не наблюдается вот нам нужно сделать точно так же чтобы наше при чтении нашего изображения мы читали изображение с таким таким способом чтобы оно было как бы кратно четырем каждая строка изображения была бы кратно четырем так возвращаемся собственно к нашей формуле вычисления кратности строки изображения четырем пишем если v mod 4 не равно нулю значит мы должны будем пропустить какие-то пиксели и так сколько именно пикселей нам нужно будет пропустить мы сейчас будем узнавать при помощи деления вот у нас наше количество пикселей по горизонтали мы будем использовать операцию div которая у нас делает деление но без остатка то есть остаток у нас просто отсекает результат вот этого выполнения как бы вот этой операции это будет просто целочисленное целое число и так к этому мы должны прибавить единицу и опять-таки умножить на 4 собственно что мы сейчас сделали мы узнали что давайте где у нас калькулятор по сути мы сейчас считаем 1366 делим на 4 в результате мы получаем число без остатка то есть 341 набираем 341 потом мы к нему прибавляем единицу получаем 342 после всего этого мы умножаем на 4 умножаем на 4 получаем 1368 то есть число кратное 4 причем без остатка в результате мы сейчас вычтем из вот этого числа количество пикселей по горизонтали то есть переменную v и получим число пикселей вернее число байт которое нам нужно пропустить вернее не число байт а число пикселей как раз так поэтому нам сейчас нужно будет сделать вот что еще добавляем еще одни скобочки и пишем минус v то есть мы из вот этого еще раз повторяю числа 1368 вычитаем 1366 в результате получим 2 по сути это число пикселей которые нам и нужно пропустить а пропускать мы будем очень просто таким же способом как мы пропускали раньше при помощи блок read здесь пишем первым операндом f вторым какую-то переменную ну пускай у нас будет buff 2 и в принципе закрываем чтение по сути здесь уже по-моему все равно какую переменную нам нужно будет хранить хотя в принципе мы здесь по-моему пропускаем как раз не пиксели изображения а скорее всего ну да байты мы здесь пропускаем ну ничего страшного в принципе сейчас все должно как раз работать немножко на самом деле во всем это можно легко запутаться так у нас загружаешь загружается наше изображение грузится грузится ой так вот как видите оно у нас загрузилось абсолютно правильно единственное что перевернутая и цвета у нас не налажены это я уже говорил это буквально дело двух минут ну двух секунд скорее даже так итак мы пропустили количество байтов которые нам нужно было для правильного отображения чтобы каждое количество пикселей было кратно четырем так 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 у нас ну да в принципе все правильно здесь написано кратное четырем именно байтом а не пикселем значит все правильно так возвращаемся к нашему отображению цветов сначала мы должны просто поменять rgb3 и rgb2 rgb buf2.1 и buf2.3 местами просто дело в том что в bmp хранится с немножко поменятыми местами составляющими синего и красного цветов в результате мы сейчас с вами запустим изображение еще раз и оно отобразится сейчас с правильными цветами так вот как видите отобразилось совершенно правильно и займемся переворачиванием нашего изображения это вообще делается очень и очень легко просто ставим вот здесь вот h-i2 и все в принципе мы сейчас загружаем с вами изображение оно у нас изображается совершенно правильно правда грузится наша программа как всегда долго вот как видите сейчас все правильно и по горизонтали и с цветами и ничего у нас нигде не съезжает все замечательно так все в принципе мы изображение можем закрыть вообще нашу программу можем закрыть то что касается самого формата изображения как я уже говорил мы рассматриваем самый простой вариант отображения на самом деле существует еще множество как бы других вариаций так ну теперь давайте материал посложнее если вы уже хорошо усвоили то что я перед ну говорил до этого времени как бы то вы можете приступать к изучению вот скажем вот этой страницы в википедии здесь написано несколько сухо все и местами как бы очень много терминов непонятных ну для кого понятных для кого непонятных но тем не менее здесь можно много чего понять в частности здесь вот написано обзор структуры файла написано bmp файл состоит из четырех частей это заголовок заголовок изображения палитра и само изображение по сути то же самое что я вам вот здесь описал то есть смотрите у нас вот здесь вот первые вот эти несколько байт отвечает за заголовок да или за что там ну да за заголовок потом заголовок файла потом следующее за заголовок изображения вот это вот здесь как раз написано размер структуры в байтах именно структуры вот которую я сейчас выделил потом у нас идет написано вот палитра да может отсутствовать вот она палитра наша которая как раз в данном случае у нас отсутствует и само изображение так вот оно само изображение которое мы с вами и читали ну и здесь я еще смещение добавил от начала файла и здесь дальше идет уже описание самой структуры как бы файлов вот идет первым заголовок файла вот он здесь вот как раз написано только здесь написано это как бы описано точнее на синтаксисе близком к C++ дело в том что в настоящее время большинство людей программируют на C++ поэтому вот как бы используют такой вариант стандартизации описываю что как бы первые первые два символа B и M это вот такой вот BF type тип файла да это все вот здесь опять таки тип тип переменной Word то есть два байта занимающий и далее имя нашей переменной так точно так же здесь описаны заголовок самого изображения то есть здесь вот немножко непонятным опять таки способом описано все это размер the word это у нас 4 байта long тоже 4 байта word 2 байта и так далее здесь вот дополнительная информация по тем как бы байтам о которых я вам толком ничего не рассказал например вот ну не знаю допустим о типе сжатия изображений можно найти так число бит на пиксель например и так далее то есть вот здесь тип сжатия изображения о котором я вам уже рассказывал уже демонстрировал вот эту табличку небольшую с википедии и так далее то есть можете в принципе почитать если вы уже разобрались со всем тем что я вам уже рассказал просто вводите где-нибудь в поиске википедии слова бмп так бмп ну и соответственно он нашел вот формат хранения растровых изображений то что нужно в общем информация замечательная правда очень сухая это единственное за что я никогда не любил википедию так ну что ж а я с вами по сути на этом прощаюсь я надеюсь что я рассказал вам все наиболее понятно хотя на самом деле хрен его знает конечно эта информация не совсем для новичков а скорее для более какого-то среднего уровня который хочет разобраться в том как что и как устроено в общем а я с вами пока что прощаюсь еще у меня к вам небольшая просьба дело в том что сейчас я ощущаю небольшой может быть творческий застой в связи с этим я вас очень и очень прошу предложить какую-нибудь тему для нового видеорока напишите то что вам просто банально интересно какой-нибудь может быть более подробность о каком-то компоненте или еще о чем-нибудь например может вам интересно какую-нибудь еще структуру файла узнать и так далее просто пишите здесь свое имя любое ваш e-mail и сообщение собственно с предложением мне уже присылали несколько предложений но очень часто присылают как бы вещи не касающиеся программирования типа научите меня пользоваться там не знаю сервисом вконтакте и так далее то есть это вы предлагаете именно по теме программирования именно потому что я вам могу по теме программирования нового рассказать ну и соответственно у вас появится вернее у нас с вами появятся новые видео уроки на интересующие вас темы единственное на что я хочу еще обратить ваше внимание я не могу опубликовать такие те видео уроки которые находятся в моих платных продуктах а там находится очень много полезной информации например вот если вы посмотрите состав курса программирования на делфи вы увидите что здесь очень много информации о том как сделать свой ICQ клиент как сделать какой-то почтовый клиент как сделать я не знаю в принципе очень много фишек точнее об FTP и подобных вещах об остальном же вы можете писать просить меня чтобы я что-то из видео уроков сделал ну что же я с вами прощаюсь кстати у меня было совсем недавно день рождения так что можете меня на этом блоге собственно поздравить ну я с вами прощаюсь до встречи субтитры субтитры